Новый сезон соревнований по плаванию Made of Ed Challenge 2020 собрал в областном центре тысячи людей. Болельщики, тренеры и сами участники в огромном волнении собрались в Брестском дворце водных видов спорта, потому как именно на этой локации стартовал первый этап конкурса международных соревнований по плаванию. Этот турнир официальный, он входит в единый календарный план, если мы говорим про Россию, Министерство спорта Российской Федерации, входит в календарный план Республики Беларусь, здесь присваиваются разряды. Это официальные спортивные крупнейшие соревнования в Европе. Что касается отвлекательной части, то мы всегда считали, что старты для детей должны заключаться не только в проплавании, максимально быстро отрезка от бортика до бортика, но и нести некий фан, нести некий внутренний заряд удовольствия, получения удовольствия от спортивных соревнований. История турнира началась с Московской школы плавания, основанной в 2010 году. Эти соревнования стали быстро набирать популярность, на них начали приезжать участники из Московской области, Санкт-Петербурга и других регионов России. Так зародился детский турнир по плаванию «Мэйд Вэт Челлендж», а сейчас турнир вышел на международный уровень, участие в котором принимают 900 ребят от 10 до 13 лет из пяти стран. Я сюда приехал из Нижнего Новгорода, привез свою команду, бассейн «Дельфин» мы представляем, приехали большой командой. Мы готовились к нему на протяжении, наверное, полугода, потому что это очень важные соревнования для нас. Просто вся Россия приезжает и страны СНГ приезжают, то есть мы к ним целенаправленно готовились, чтобы показать все, на что мы способны. Соревнования проходили два дня и за это время участники опробовали себя на всех дистанциях, потому что практически вся олимпийская программа входит в этот международный турнир по плаванию. Дистанции были на 100 и 200 метров, и это обосновано, поскольку возраст участников очень юный. Но, как отмечают организаторы, именно с юных лет спортсмены достигают высот в спорте. Например, Анастасия Шкурдай принимала участие в нашем турнире, когда ей было еще 12 лет, а на сегодняшний день спортсменка уже завоевывает медали на соревнованиях взрослого уровня. Например, Илья Бородин, спортсмен, который еще два года назад плыл на нашем турнире, сейчас он становится призером чемпионатов мира Европы среди юниоров и устанавливает взрослые рекорды страны. На подобных соревнованиях закладывается огромная любовь к спорту, где ребенок может выплеснуть накопленную за время тренировок энергию, а в ответ получить яркие эмоции и в случае успешного выступления – почетные и такие желанные призы. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.